Мусульмане отмечают один из главных праздников в исламском календаре. Уроза Байрам имеет многовековую историю. Он наступает вместе с обновлением цикла небесного светила. По окончании месяца Рамазан, 30-дневного поста, верующие возвращаются к привычной жизни. Этот праздник один из двух великих праздников ислама. Подготовка к этому празднику у нас шла прежде всего месяц назад. У нас начался пост. Пост очень строгий и духовное, и физическое очищение. Сегодня мы хорошо подготовили для этого намаза. После этого намаза мы посидим под друзьями, радуемся. Мы этот месяц постились, себя воздерживали во многом, молились ночами. И когда закончился этот месяц, с огорчением восприняли. И с одной стороны, для нас это большой праздник. К началу коллективного намаза в соборной мечети Карачаев-Черкесии огромное количество людей. Многие пришли сюда задолго до восхода солнца. Некоторые семьи представлены сразу несколькими поколениями. Праздничное богослужение провел председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исфаил Хаджи Бердиев. По окончании службы люди отправятся к своим старшим родственникам. Отметят праздник с теми, кто дорог. Сегодня надо поздравлять вначале родных, потом знакомых, близких. Потом уже посещать могилы, делать дуа умершим. Это все, что мы можем делать для них. Мы тоже придем туда, дай Аллах, чтобы их им встретили в раю. Вся эта жизнь, она очень скоротечна. Кто, когда умрет, один Аллах знает. Особой традицией у Роза Байрам является раздача милостыни, что символизирует ощущение души. Помимо денег, нуждающимся помогают и продуктами питания. В то же время, в светлый праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, кроме приготовления пищи, а также конфликтовать, злословить и ругаться с близкими. Артур Мкце, Олег Молхожев, Вести, Карачаев, Черкесия. По поручению Рашида Тимрезова, глава Карачаевского района «Спартак» Кушетеров, Прикубанского Ахмат Семенов и мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов встретились с военнослужащими из Карачаева, Черкесии, посетив места дислокаций. Руководители муниципалитетов пообщались с земляками в зоне специальной военной операции, передали теплые приветы, узнали о потребностях военнослужащих. Делегация из республики направилась с грузом, состоящим из запасов продовольствия, лекарств и оснащения. По запросам наших земляков, участников СВО, на передовую переданы технические средства, такие как тепловизоры, портативные электростанции, тактические бинокли и другое. По поручению Рашида Тимрезова, в ближайшее время делегации всех 12 районов и городских округов Карачаева-Черкесии будут лично встречаться с нашими ребятами, выполняющими задачи в зоне СВО, чтобы из первых уст узнать, чем сегодня живут наши бойцы, какое налажено взаимодействие с домом и какие возникают вопросы у членов их семей. В каждую поездку будет собрана очередная партия дополнительного оборудования и специального груза для военнослужащих, сказал глава региона. Бойцы 34-й бригады, жители республики, хотим по российскому ритуатуру вагонартизу. Рашиду Бориспевичу за его поддержку, мы ее на себя чувствуем. С первого дня, когда вы еще приехали, нам туда бригаду на посуду. Рашид Бориспевичу, я думаю, что мы достойно выступим в данном условии. Неизбенностью вернуться на то, что мы все же выезды. Спасибо вам еще раз. Говорю от всех ребят, которые со мной рядом. Сегодня Центр обработки вызовов системы 112 отмечает свой первый юбилей. Эта молодая служба уже помогла многим. Оперативно, вежливо и корректно. Именно так специалисты принимают каждый звонок. Альбина Ламкова лично в этом убедилась. Оператор 112, что у вас случилось? Населенный пункт, где вы проживаете? 28 лет Алла Дробязко дала службе диспетчера. Из них 5 лет она работает в Центре обработки вызовов системы 112. Это тот случай, когда человек нашел свое призвание в жизни. Главное качество специалиста службы – стрессоустойчивость, внимательность и быстрая реакция на звонок. Имея такой опыт за плечами, Алла Ивановна не только научилась максимально быстро и грамотно реагировать на экстренные вызовы, справляться собственными эмоциями, но и обучила не одну группу операторов. Кто звонит, плачет, кто звонит, кричит, кто звонит и замыкается, не знает, что сказать дальше, как обращаться. Ну вот обучаем наших операторов, чтобы они были готовы к приему всех таких вызовов. Поэтому человек, который работает оператором службы 112, не должен подпадать под впечатление. Без эмоций быстро понять причину звонка. Все это приходит с годами. Темы обращений разные и все о помощи. Есть те, которые волей и неволей оставляют отпечаток в памяти. Говорит Алла Ивановна, вспоминая недавний звонок. Обратилась женщина в состоянии паники. Ее ребенок задыхался. Время шло на секунды. Даже минуты не прошло, второй вызов от нее идет и попадает на меня. И она уже кричит, что ребенок перестал дышать. И тогда быстро этот вызов приняли. Быстро стали звонить на скорую, чтобы они ускорили свой выезд. Они сказали, что скорой передадут, чтобы они ехали быстро, сиреной. И все. Вот такой случай. Да, успели. В день юбилея Центра обработки вызова в системе 112 труд Аллы Ивановны был отмечен. Как и большинство ее коллег пришли поздравить виновников торжества из разных ведомств республики. Мы все знаем, что служба спасения вызов 112 для каждого человека, когда он набирает этот номер, это что-то такое трудное или что-то произошло. И вы всегда рядом. Быстро, грамотно и оперативно принять вызовы и назначить службу. Основная задача оператора, говорит директор Центра гражданской защиты Борис Билайпанов. На сегодняшний день в структуре ведомства пять смен. В сутки через четыре заступает по восемь человек. В их состав входят в обязательном порядке психологи, переводчики с английского языка и инженеры, для того, чтобы система работала бесперебойно. Есть нормативы по количеству штатных сотрудников. Каждый год его увеличивают. А во время пандемии, кроме основных обязанностей, служба активно работала, оказывая помощь населению и принимала вызовы по номеру 122. Мы надеемся, что в ближайшее время мы доведем штат сотрудников до нормы положенности. На нашу республику положено 12 человек в смене. Для нас всех цель как можно быстрее отправить тех специалистов, тех экспертов, которые помогают нашему населению, чтобы минимизировать, так сказать, потери и различные негативные влияния. Колоссально тяжелый труд. Ни один звонок не должен остаться незамеченным. Каждое обращение должно быть грамотно отработано, отметил директор Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи Адзорохтов. Не понаслышке знаю ту нагрузку, которую вы несете в этом направлении. Мы с такой же нагрузкой сталкиваемся и сами у себя на работе. Поэтому в первую очередь хотелось бы пожелать вам терпения. Надо отрабатывать все это психологически и пропускать все это через себя. Звонки поступают самые разнообразные. Вы должны в максимально короткие сроки успеть все это принять. За пять лет операторами центра обработки вызовов системы 112 поступило более миллиона звонков. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. В мэрии Черкеска прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. С профессиональным праздником собравшихся поздравила заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. Она отметила, что именно работники местного самоуправления ближе всех к народу, благоустраивают и развивают городские территории. К ним в первую очередь идут жители со своими проблемами и вопросами. Она вручила грамоты ряду сотрудников мэрии. Далее собравшихся с профессиональным праздником поздравили депутат Народного собрания Алексей Ганшин, мэр Черкеска Алексей Баскаев и глава муниципального образования города Валерий Дедук. В своем выступлении они отметили добросовестность и инициативность коллег, поблагодарили работников за вклад в благоустройство городской среды, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, культуры, спорта, образования и других сфер. Несомненно, роль муниципальных служащих была всегда высока. Это индикатор взаимодействия с населением, индикатор благополучия населения. Но прошедший год и вызовы нового времени подтвердили тот высокий уровень и осмысленность вашей работы, которую мы увидели в течение всего прошедшего года. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём местного самоуправления. Решать насущные проблемы земляков, делать это грамотно, добросовестно, проявлять инициативность, сопричастность. Все это непростой труд и большая ответственность для каждого из вас. Сегодня очень знаменательная дата для работников местного самоуправления. Очень приятно, что руководство так высоко оценило нашу работу. Поздравляю своих коллег с этим профессиональным праздником. Желаю здоровья, добра и чтобы все намеченные планы исполнялись. Год педагога и наставника торжественно открыли в школе села Чапаевского. В мероприятии участвовали представители администрации, управления образования, учителя и гости. Подробнее расскажет Олеся Меликаева. Важность и значимость профессии педагога – это формирование будущего поколения страны. Это позволит повысить уровень учительской профессии, передать свой накопительный опыт, педагогические навыки начинающим педагогам и наставникам всей республики. От лица администрации Прикубанского района и управления образования поздравил с годом педагога и наставника Геннадий Мохов. Год педагога и наставника нацелены на то, чтобы положение учителя, положение педагога, еще больше обратить внимание на труд учителя, чтобы еще больше обратить внимание на бесценный вклад, который вносит учителя в укрепление и государства, и укрепление и населенных пунктов, и Карачаево-Черкесской республики. Открытие проходило в торжественной обстановке. В зале собрались представители администрации района, управления образования, учителя школы, которые на протяжении многих лет трудились на благо детей. Участвовали в мероприятии и сами учащиеся, которые подготовили музыкальные номера. Слова пожеланий и благодарности выразил Ислам Тюнаев. Большую часть своей жизни он посвятил педагогической деятельности. То, что вы делаете, делайте от души. Ну, никогда не имейте зло, особенно детям. Никогда. Даже у вас внутри, если там горит, лучше улыбнитесь. Скажите, ты молодец, ты такой. Если дать тройку, то поставьте четыре. Для этого вас никто не... И это самое, не отругая. Дети, я вот сколько работал, знаю, было трудно работать с родителями, а не с учителями. С детьми было всегда легко. Дети единственное, что не могут делать – мстить. На мероприятии вспомнили и лучших педагогов, с которых нужно брать пример нынешним учителям. Мудрость педагога в том, что он должен уметь сохранить детское доверие, о желании ребёнка общаться с учителем, как другом и наставником. Облетел и обходил, крылья ноги натрудил. Мы спросили у журавля, где же лучшая земля? Отвечал он, пролетая, лучше нет родного края. Так вот я хочу сказать, во многих местах я была, где-то в другом месте работала, но такого села, как села Чабаевская, и людей я нигде не встречал. Таких доброжелательных, таких трудолюбивых, таких добрых, отзывчивых. За многолетнюю и плодотворную педагогическую деятельность значительные успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения наградили педагогов и наставников Чабаевской школы имени Ислама Хачирова. Неутомимый и влюблённый в свою работу директор этого учебного заведения Чемес Масулгенов посвятил себя детям. Своим самоотверженным трудом он снискал к себе огромное уважение, любовь учеников и односельчан. Тот след, который оставите вы в наших душах, в наших судьбах, в нашем профессиональном выборе, я считаю, это просто переоценить невозможно. Вам огромное всем спасибо. Чтобы вас, ваши внуки, правнуки радовали ещё долгие-долгие годы. В творческом уголке можно было посмотреть рисунки и поделки учеников, которые они сделали своими руками ко дню космонавтики. Год педагога и наставника будет направлен на повышение и профессиональный уровень выполненной наставнической деятельности и признание особого статуса педагогических работников. Олеся Меликаева, Ахмад Чучаев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Много лет в составе сборной команды России подзюдо Рина Цаидов представлял нашу страну на самых престижных соревнованиях мира и Европы. За его плечами целая плеяда ярких побед и медалей различного достоинства. Завершив спортивную карьеру, Рина Цаидов открыл спортивную школу подзюдо в Черкесске. В гостях у спортклуба побывала Алла Динаева. Здравствуйте, Ринат. Очень рада встрече с вами. Раньше мы часто встречались, снимали репортажи, когда ты в своем плотном графике тренировок, соревнований буквально на пару дней приезжал к родителям в Черкесск. Но недавно я услышала, что ты открыла здесь школу дзюдо, что стало приятной новостью. Как родилась эта идея? Здравствуйте, Алла. Конечно, очень приятно видеть, беседовать с вами в очередной раз. Очень давно не общались, кстати, поэтому... И раньше намного чаще мы встречались. Но теперь, я думаю, что в другой роли, уже в роли тренера мы будем еще так же часто встречаться. Да, вот мы решили с тренерским коллективом. Эта идея была очень давно. Она была, естественно, у моей мамы, как и вся остальная спортивная карьера. И она постоянно мне говорила, вот давай, давай, ты должен после того, как ты завершишь карьеру, ты должен поделиться с молодежью, поделиться опытом и так далее. Ну, как говорится, созрел, как говорится. И вот в сентябре, 12 сентября, мы решили открыть наши двери спортивного клуба, в котором у нас сейчас тренируется более 150 человек. И очень такая приятная атмосфера, дружный коллектив. Команда у нас на сегодняшний день состоит из четырех мужских тренеров и одного женского тренера. Мужские тренера – это Александр Иванович Калмогорцев, тренер с 50-летним стажем, которым я очень доволен. Это Мусаки Шмахов, это громкая фамилия тоже в тренерской деятельности у нас в республике. И Мурат Тикеев, молодой перспективный тренер, которым также я очень доволен. И Умар Кургов тоже, который очень шикарно справляется со своей работой. Ну, молодые тренера, они будут обучаться, они будут ездить у нас по семинарам, будут участвовать в разных тренерских мероприятиях, чтобы набирать опыта. И у нас еще Екатерина Пташкина, девочка, у нас тренирует женскую группу. Также с пяти лет у нас набор в эти группы. Были пожелания, вот мы сделали, как бы хотели, чтобы девочек тренировала девочка. Очень долго искали. И вот Катя, Катя еще тренировалась со мной, еще в пятой школе. Очень хороший тоже тренер, человек. То есть своей командой я очень доволен на сегодняшний день. Ренат, расскажи, тренерский состав у вас такой прекрасный, и вот школа, условия. Условия у нас, вот как вы видите, одни вот десятиметровые потолки, чего стоят. Это у нас, вот, выделили нам из Академии в лице нашего друга, можно сказать, нашего старшего коллеги. Это тоже дзюдоиста Руслана Махаревича Качкарова. Это Хасан Магомедович Салпагаров, который директор этого комплекса, который нам помогает, нам вот дали такие условия, чтобы наши дети могли, начиная с футбола, заканчивая любыми видами игровых, чтобы мяч можно было хоть куда пинать, вот потолки сами вы видите. Им за это огромное спасибо, конечно. Периодически Хасан Магомедович постоянно здесь, а вот Руслан Махарович тоже заезжает в гости, смотрит обстановку. Потенциал какой, на твой взгляд, вот детишек, которые ходят к тебе тренироваться? Ну, потенциал, это очень маленький срок. Это практически ничего. Мы только-только, можно сказать, познакомились и только начали более-менее уже приступать к работе на татами. Малыши у нас до сих пор более такой физической подготовкой, физкультурой занимаются. Ну, несмотря на это, у нас уже есть медалька на первенстве республики среди юношей до 15 лет. У нас мальчик вот занял бронзовую медаль. И это, оказывается, тоже очень приятно, когда сам где-то что-то выигрывал, а когда ты уже в такой, в другой роли и переживаешь не меньше, чем за себя. Ренат, и возвращаясь к твоей спортивной карьере, вот вбиваешь в интернете, например, Ренат Саидов, и там такой длинный список чемпионатов, кубков, которые ты выигрывал. Вот ты знаешь, сколько у тебя медалей вообще, общее количество, точное количество медалей знаешь? И вот какая награда для тебя самая ценна? Ну, медали не знаю, честно. Их там, потому что и с юношеского дзюдо, и уже с большого дзюдо. Наверное, мама будет знать, я не знаю. По поводу, какая медаль самая такая ценная, ну, честно, тоже не смогу сказать, потому что каждая медаль очень тяжело давалась. Ну, были, которые там, да, там, такие соревнования уровня, там, первенства, водокачки, как говорится. Ну, а такие серьезные соревнования, там уже, там грызутся все. Все хотят эту медаль. Ренат, чтобы получить одну медаль, это сколько труда, сколько усилий, сколько тренировок. Да, это объемный труд. Не мне рассказывать, конечно, я так предполагаю. Но скажи, пожалуйста, вот девиз какой по жизни и в спорте должен быть у начинающего спортсмена, чтобы достиг он таких же высот, как это? Девиз у меня, среди друзей моих, я постоянно всех упрекаю. И это, ну, в первую очередь, там себе напоминание. Ну, и друзьям, как бы, я всегда говорю, что, ну, надо пахать просто. Это, ну, ничего тут нету, никаких секретов, никаких, там, я не знаю, никто не скрывает методику, там, чемпионства. Просто надо трудиться, надо дисциплинить. Дисциплина – это однозначно, это самая основа, это номер один, что должно быть в жизни спортсмена. То есть, сон, питание и так далее. Ну, у нас республика такая, что у нас очень дружные ребята все, и многие молодые ребята, там, я смотрю, там раз на тренировке нету, там, там, у того, там, свадьба, у того день рождения и там, так далее. Вот это, это первый корень зла, как говорится. Нельзя так, ну, тренировка – это сперва тренировка, а потом все остальное. Прививаешь своим воспитанникам, ты вот, дисциплину, да, в первую очередь? Ну, дисциплина, да, даже вот мы, допустим, ну, непосредственно, вот я требую с них, начиная, ну, малышей пока не трогаем, у них только они втягиваются, а вот с остальных, вот даже вплоть до того, как у них тапочки стоят, ну, потому что это, ну, его, как бы, лицо, то, как у него тапочки стоят возле татами. У одного там один тапок там, другой там, а у другого, как бы, они… Ну, для меня это обо многом говорит, а может быть, кто-то другой на это внимание не обратит, и поэтому, ну, насчет опоздания это вообще не обсуждается. Вы же помните, когда вы приходили еще в пятую школу, в подвал, когда снимали с Вячеславом Ивановичем, ну, Вячеславом Ивановичем, это там не то, что замечание строгое, там, скакалка сразу. Ренат, никогда тебе об этом не говорила, наверное, в первый раз скажу, но мне всегда восхищало твое отношение к своему тренеру Вячеславу Ивановичу Пчелкину. Когда вот буквально ты на один день приехал, но первым делом ты шел к нему на тренировку, вот в пятую школу, где мы снимали пару раз репортажи. Вот это очень приятно, вот это вот, не знаю, как это зарождается? Ну, это я, ну, мое мнение, что это в первую очередь воспитание из семьи, которая выходит. Ну, ни в коем случае не хочу никого там, ни задеть, ни зацепить, но для меня Вячеслав Иванович, это, ну, есть у меня кровный отец, а есть такой, который по жизни там, я не знаю, столько вложил в меня, и если я к нему не приду, это как будто, ну, может, предательство, я не знаю. Глава нашего государства, он сам дзюдоист, и мы знаем, что он приезжал к вам на тренировки, вот расскажи об этих встречах нам немножечко. Да, мы не раз встречались с президентом, с нашим, с Владимиром Владимировичем, и в формате на татами, и в таком, в официальных встречах, ну, как глава государства, ну, тем более, двойне приятнее, когда этот дзюдоист, когда он, как бы, понимает то, чем мы занимаемся, вырос на татами и очень любит дзюдо, не просто, как вот, когда-то там день-два позанимался, а он реально болеет дзюдо, как бы, и он полностью в теме. Ну, и для нас, конечно, это большая честь, когда он приезжает, посещает наши тренировки, и вплоть до того, что может спросить ребята вам, как бы, как у вас в регионах дела, что вам нужно, вы говорите, не стесняйтесь. Ну, такой довольно свободный формат бывал. Скажи, пожалуйста, вот, когда ты участвовал в Олимпиаде, вся республика, все болели за тебя, переживали, ждали, ну, по телевизору, понятно, мы все наблюдаем, ну, а когда спортсмен участвует в Олимпиаде и непосредственно там находится, вот, помимо того, что мы, обычные зрители, видим, вот, какие эмоции, что интересного происходит там? Олимпийские игры, это, конечно, самые крупные, самые такие масштабные соревнования, хотя по сложности соревнований чемпионат мира, допустим, намного сложнее именно выступать, как по составу, по всем этим моментам, потому что на чемпионате мира могут быть два участника, допустим, с той же Японии, могут быть два участника с Грузией, там, ну, это уже сразу усложняет задачу, а на Олимпийских играх только один участник от одной страны, и, ну, там больше психология, там больше давит эта атмосфера, то, что, ну, весь мир там живет этим событием, главы государств, там, ну, там можно в Олимпийской деревне кого угодно встретить. Аринат, а вот после такого плотного графика, тренировок, соревнований, ну, на уровне мира, да, вот все проходило, вот такой более размеренный график работы, вот, вот, вот как сейчас я имею в виду, как вот это? Ну, честно, я вот, ну, есть некоторые ребята, которые жалеют там, что вот такой насыщенный график, кому-то адреналина не хватает, ну, мне все хватает, я настолько наездился, наелся, как говорится, и по спортивному, и по, просто по жизни. Я очень люблю Черкесск, мне очень здесь нравится, и все говорят, вот ты там, я жил в Челябинске 15 лет, и для меня Черкесск это, ну, люди, когда тут находятся безвылазно, они, как бы, думают, что где-то лучше. А на самом деле один климат, одни продукты, семья, друзья, родные, близкие, ну.